Свои подписи в документе поставили мэр Сочи Анатолий Пахомов и губернатор Курской области Александр Михайлов. Стороны договорились о проведении в Курске презентации новых возможностей для отдыха. Сегодня работодатели могут купить у нас путевки по фиксированной цене. 1400 рублей в сутки с трехразовым питанием, весь всем комплексом больного водолечения. Александр Николаевич говорит, что это вполне будет приемлемо для работодателей. И пригласил меня с презентацией в Курске. Я обязательно поеду, буду презентовать и буду рассказывать о новых возможностях Сочи. Жители города Сочи, наши люди, они должны то же самое знать побольше, наверное, историю своей страны. Ведь Курская область – это одна из старейших в Российской Федерации. Всегда говорили, Курск – форпост Руси, древняя еще Руси. Слово о полку Игореве у нас история ведет начало. От этого. Так вот, мы в этом году будем отмечать 75 лет разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге. Стороны продолжат обсуждение совместных проектов во время визита главы Сочи в Курск. На форуме подписали еще одно соглашение о строительстве концертного зала и школы «Сириус» в Сочи. Школа будет располагаться у кампуса «Сириуса». Это 9 тысяч квадратных метров, более 50 различных лабораторий, каворкинговых пространств и библиотек. В этой школе будут заниматься как воспитанники «Сириуса», так и сочинские школьники. Мы открываем физмат-класс для детей из Сочи, которые будут приезжать туда и на углубленные программы по математике, и на инженерные, и на проектные работы. И, конечно же, им будет доступно все то, что доступно тем ребятам, которые приезжают на программы «Сириуса». Я уверен в том, что наша молодежь, которая в том числе пройдет теперь и через «Сириуса», она будет более продвинутая и более решительная. И много тех лидеров России, которые определены в этот раз, они, наверное, в Сочи тогда будут. Вторым знаковым объектом станет концертный комплекс «Сириус». Это большой зал на 1200 зрителей и камерный зал на 300. Также предусмотрена возможность организации фестивалей на открытом воздухе. Юные музыканты получат не только возможность учиться, но и играть на одной сцене с артистами высокого класса. Новый концертный комплекс откроется в 2021 году. Также инвестпроект предполагает реконструкцию здания по улице Триумфальная-1, в котором планируется разместить административно-гостиничный комплекс. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».